С 1 сентября вступит в силу ряд изменений в положении системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. В том числе изменения коснутся порядка продажи рецептурных лекарственных препаратов. В СМИ прошли сообщение, что аптекам нужно будет отчитываться по каждому впущенному рецептурному лекарству, вносить в систему мониторинга данные о рецептах. Это нововведение серьезно осложнит и замедлит работу провизоров. Кроме того, ситуация вызовет ажиотаж, население начнет скупать медикаменты про запас. На днях в Росздравнадзоре дали пояснение, как будут работать новые правила в действительности. Лекарственного коллапса можно не опасаться. Изменения касаются только препаратов строгого учета и льготных лекарств. Действительно, при отпуске лекарственных препаратов по рецепту с 1 сентября аптекам необходимо предоставить систему мониторинга реквизиты рецепта, номер, серия и дата. Подтвердили в надзорной службе. Но это касается лишь небольшой части всего аптечного ассортимента. Подробнее на эту тему мы поговорим с нашим гостем в студии Салава Цулейманов, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный клинический фармаколог Министерства здравоохранения Хабаровского края. Доброе утро. Доброе утро. Давайте разбираться. Вы знаете, эта тема уже до моего общедомового чата дошла. Там уже пытались ее обсуждать. Все-таки разъясните подробнее. Изменения в регламенте какие? Ну вот то, что уже было сказано, действительно, в соответствии с постановлением правительства еще мартовского, 24 марта было это постановление подписано, номер 468, оно носит, в общем-то говоря, чисто технический характер. Вот разговоры рецептурные, вот рецептурные препараты будут продаваться только по рецепту, но они так и должны продаваться. Как бы то. Идея была такая. Это прописано в законах, это не прописано в постановлении правительства. Постановление правительства касается технических моментов, да, вот внесения в ту самую систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Но, безусловно, если бы все проходило так, как изначально было представлено народу, то тогда бы возникли проблемы в аптеках. Ну, представьте себе, что каждый препарат, надо, значит, потребовать рецепт, рецепт должен быть оформлен правильно, а не все формы рецептов имеют серию и номер. Вот 107У, например, такая форма есть, они вообще не предполагают наличие номера и серии. И мнение экспертного сообщества было резко отрицательным на все вот это действие. Власть отреагировала. Почему? Ну, во-первых, было даже обращение к президенту, президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский отправил такое письмо, потому что тот вариант, который предполагался изначально, он был действительно очень суровый по отношению и к людям, и к специалистам, и к врачам, и к провизорам. Так вот, сегодня есть разъяснение, что да, по этим правилам, то есть с регистрацией номера и серии, пойдут только препараты предметно-количественного учета, но они всегда отпускались только по рецепту. А препараты льготные, то есть те, что для пациента бесплатно, либо со скидкой, за которые платит государство, и лекарственные препараты, выписанные в электронном виде. Все, все остальные будут продаваться, как и прежде. Эксперты отмечали, что никто не возражает против деления препаратов на рецептурные и безрецептурные. И это действительно так. Это не новшество. Весь мир живет так. Нормальный, цивилизованный мир. Мы должны к этому тоже стремиться. В советские времена вы лекарственный препарат без рецепта не купите, как бы вы ни просили фармацевта или провизора. Потом все это подзабылось. Были сложные времена и для медицины, и для фармацевтики, и для всего народа. И вот эта привычка укоренилась. И поэтому сейчас разговор о том, что рецептурный препарат, иногда только по рецепту, вызывает какую-то реакцию такую негативную. В целом, ничего с 1 сентября для конкретного человека не произойдет. Скупать ничего не надо. Иметь определенный запас лекарств для хронических больных – это нормально. Но это не значит, что надо идти сейчас годовой запас скупить, а то потом по рецепту придется идти. Значит, разъяснения, которые поступили, мне кажется, что в полной мере снимают остроту проблемы. Но все мы должны понимать, что законодательство предполагает, что все лекарства делятся на рецептурные, которые должны отпускаться по рецепту. И безрецептурные. И сложившаяся практика не является правильной. Она является удобной. И я могу сказать, что любой человек, в том числе и врач, считает, что просто прийти и попросить лекарства – это удобно. Но это неправильно. Выписывание рецептов конкретному пациенту с его конкретной ситуацией – это защита пациента от побочных эффектов, от нерационального использования его финансовых средств. Ведь лекарства, в общем, стоят вполне приличные деньги. Не надо покупать то, что тебе не поможет, а может быть и даже навредит. И весь мир так живет. И мы должны жить именно так. Но процесс внедрения в сознание этих постулатов, по сути дела, процесс медленный. И вот то, что вы делаете – огромное спасибо губернии, что этот вопрос поднят сегодня в утреннем эфире – это повышение образования людей в этой части. Ну и, честно говоря, мы всегда боимся каких-то перемен. Перемены мы все-таки воспринимаем. Но вот эти перемены – это по большому счету, ну да, вы говорите о том, что это технические какие-то нюансы. Здесь вопрос, наверное, взаимодействия фармы, медицинского сообщества. Вопрос того, каким образом будут оформляться рецепты. Вот, кстати говоря, с этим есть сегодня какой-то единый стандарт рецептов, да, для того, чтобы было все просто. Там и провизорам, и людям, да, вот. Они знают, как это выглядит, провизоры, чпык, все, и там QR-код, например, сочетали, и все. Для провизоров все понятно и известно. Для врачей тоже должно быть понятно и известно. Но многие годы отсутствие требований по выписыванию рецептурных препаратов, они привели к тому, что народ этим пренебрегает. Существует группа лекарственных средств, препаратов, которые всегда выписывались по рецепту. Психотропные, наркотики, сильнодействующие. Вот, кстати, сказать, когда мы говорим, будут выписываться и регистрироваться в системе контроля препараты предметно-колечесного учета, то сейчас Росграфнадзор дал пояснение, что это будет третий список. То есть это довольно сложная система, но специалистам она понятна и известна. Так вот, существуют приказы, которые четко определяют, на каких бланках, их несколько, какие лекарственные препараты выписываются. То есть это все прописано. Более того, я вам скажу, на третьем курсе медицинских факультетов или медицинских вузов и фармацевтических, при изучении фармакологии, с чего все начинается, наука о лекарствах, с общей рецептуры, как выписывать, что выписывать и почему надо делать именно так. То есть этому учат. Но боюсь, что за 30 лет, а где-то с начала 90-х вот эта система, она так перестала четко выполняться, люди призабыли и перестали обращать внимание на рецептуру. Когда я учился и когда начинал свою работу в профессии, мы должны были выучить огромное количество рецептов на память. Это, конечно, неправильно. Но это тренировало нас. Требования к рецептурным препаратам всегда были довольно жесткие. И мы все равно к этому вернемся. Я еще раз хочу подчеркнуть, что люди должны быть психологически готовы к тому, что когда-то наступит час-ча, и рецептурные препараты вы сможете купить только по рецепту. Ну, антибиотики. К чему приводит бесконтрольный прием антибиотиков? Ну, у нас люди привыкли, как конфетки покупают. Да, ой, у меня вот там температура антибиотик. Между пальцами тут чешется. Что-то еще антибиотик. Завтра, когда вам понадобится антибиотик, он работать не будет. Мы, кстати, в этой студии много раз об этом говорили. Но повторение мать учения. Надо еще и еще раз повторять. Мы должны обращаться ко всем. К пациентам. То есть ко всем нам. Рано или поздно мы все становимся пациентами и обращаемся к лекарственной помощи. К специалистам и врачам, которые должны уже не просто так на листочке бумаги написать название препарата. Вот эти препараты вы купите в аптеке. И к провизорам, к фармацевтическому сообществу им, конечно, сложнее, потому что они все должны будут это забивать. Ну, технический прогресс, значит, QR-коды. Все это упрощает систему. Система должна будет работать во благо пациента. Ну, и мне кажется, крайне нелогично и непродуктивно злиться на то, что, точнее, рецептурные препараты не отпускают без рецепта. Ну, как это? Ну, вот так это. Вода мокрая, трава зеленые, рецептурные препараты по рецептам. И нечего злиться. Все же нормально. Просто вот я бы хотел еще раз обратить внимание наших телезрителей сегодня, что 1 сентября все будет как обычно. Они не заметят введение вот тех технических новшеств, которые, собственно, определены постановлением правительства. Значит, еще неделю назад эта тема была актуальна, была злободневна, потому что не было разъяснений. Казалось, что на все препараты эти требования будут распространены. Они будут вводиться медленнее. Те, кто продумывал вот это постановление, сегодня приняли замечания, пожелания экспертного сообщества и смягчили условия. Значит, я думаю, что это все будет поэтапно. Будет проходить подготовка всех звеньев этой цепочки. И в конечном итоге мы с вами вернемся в нормальное русло отпуска лекарственных препаратов. В общем, волноваться не надо, бежать скупать лекарства и гречку тоже не надо. Все будет в порядке, вы не заметите. У нас в гостях был Салава Сулейманов, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Хабаровского края.